Артур Сантехник на связи. Здорово, коллеги и гости канала. Хочу вам показать небольшую нашу работку по монтажу инженерных систем в новостройке в квартире трехкомнатной. Два стояка водоснабжения и один коллекторный узел теплого отопления. Это у нас первый стоячок идет, водомерный узел водоснабжения. Тут у нас идет краны джекамини от застройщика, кстати, что удивительно. Нептун, бейс, система антипротечки воды. Далее идет грязевичок итальянский, гидрокомпенсатор, счетчик пульс такой себе. Но был от застройщика, он уже импульс подключен, поэтому не стали его менять, оставили. Много мороки. Дальше идет у нас редуктор давления, БВТ Австрия, мембранный. Именно БВТ Дима идет только на холодное водоснабжение до 30 градусов. Это строго, иначе в мембране хана. Дальше у нас идет тот же самый БВТ-фильтр самопромывной, без редуктора, манометр, коллектор, фар, дюйм на 3 четверти евроконус. К данному соединению евроконус потом можно подсоединять любую технологию трубопроводов. Полипропилен, сшитый полиэтилен, железо обычное, медь, металлопласт, полипропилен и так далее. Даже шланги обычные есть евроконусом. Да хоть автомобильные шланги до высокого давления тоже идут под евроконусом, полдюйма или 3 четверти. Горячее водоснабжение. Кран, система антипротечки, грязевик, тоже гидрокомпенсатор, счетчик. Редуктор давления БВТ-мембранный D1 специально для горячего водоснабжения. Он состоит из специального сплава латуни и бронзы. Далее удлинители для более такого легкого монтажа из бронзы. И тоже фильтр промывной в латунном корпусе идет уже на горячее водоснабжение. И коллектор дюйм на 3 четверти евроконус. Далее можно подсоединять все что угодно. Шланги к фильтрам, самые промывные, от горячего, холодное. Все в канализацию, промывается, открыл, слил, четенько. И также подключил под евроконус с трубопроводом ТЦ проточный водонагреватель Electrolux. Это блок управления Нептуна. И второй стоячок, так назовем его кухонный. То же самое, горячее водоснабжение, система антипротечки, гидрокомпенсатор, мембранный редуктор давления D1 для горячего водоснабжения. Фильтр, шланг промывать, фильтр, коллектор евроконус. То же самое, холодное. Система антипротечки, гидрокомпенсатор, счетчик импульсный, подключен от застройщика. Редуктор давления, мембранный, повторюсь, БВТ Австрия Димо. Фильтр самопромывной. И тоже коллектор дюйм на 3 четверти фар под евроконус. А здесь у нас коллекторный шкаф, система отопления радиаторная. Обычный шкафчик ГРОТА. Под отвертку замочек идет коллектор под термоголовки и с балансиром. ХУПС, под евроконус, краны G Камини Италия. Трубопровод подающий от застройщика идет Ростур Плаз, шитый полиэтилен Пекс А, фитинги РИХАУ. Далее, система трубопроводов внутренние в квартире это ТЦ, шитый полиэтилен Пекс А с алюминиевой оплеткой под евроконус. Ну а внутри квартиры у нас идет лучевая разводка от коллектора на 3 радиатора. Это секционные радиаторы с нижним подключением из стен. Иен попросил использовать без трубок, максимально исключить соединение в стяжке или в стене. В итоге у нас получается от коллектора до подключения радиатора никаких соединений. Евроконусная гайка на 3 четверти сразу подключается в мультифлекс, он же бинокль, к радиатору. Вот так это выглядит со стороны. Радиатор секционный, нижнее подключение, мультифлекс, он же бинокль, под евроконус из стены. Без трубок, напрямую труба вошла, подключилась к биноклю и пошла в коллектор. Монтаж занял в общей сложности 3 рабочих дня. Это коллекторная разводка системы отопления 3 радиатора, 2 стояка, 2 водомерных узла. Артур Сантехник на связи. Не забывайте на меня подписываться, ставить колокольчики. Скоро я буду разыгрывать ключи, кайманчик и кнепик 250. Вам спасибо. Артур Сантехник на связи. Увидимся.